В список победителей конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования» в 2020 году вошли трое Сергеево-Пасадцев. Лучшим руководителем общеобразовательной организации в номинации «Особые дети» стала Татьяна Петровна Волох, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, основная общеобразовательная школа номер 7, осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным программам. Уже не в первый раз школа номер 7 становится одной из площадок для проведения чемпионата по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс. Лучшим руководителем образовательной организации в номинации «Лучшая практика инклюзивного образования» был признан Георгий Константинович Дмитриев, заместитель директора по УПР Государственного казенного профессионального образовательного учреждения Московской области Сергеево-Пасадский социально-экономический техникум. Это учреждение дает возможность инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья получить профессиональное образование и стать квалифицированными специалистами. В техникуме на сегодняшний момент студенты получают обучение по семи направлениям. Лучшим руководителем образовательной организации в номинации «Молодые профессионалы» была признана Галина Александровна Носарева, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области Сергеево-Пасадский колледж. Выпускники этого учреждения всегда востребованы на рынке труда. Колледж, руководимый Галиной Носаревой, входит в топ-100 лучших по версии международного движения WorldSkills. Сегодня обучение в Сергеево-Пасадском колледже ведется по 28 специальностям и профессиям. Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес победителей.